Тема сегодняшней пресс-конференции посвящена вопросом проведения в Молдове международной конференции Евразийский союз Молдова. План действий. Если позволите, я вкратце напомню присутствующим некоторые организационные факты. В начале ноября 2011 года политическая партия патриота Молдова объявила о старте нового этапа в своей деятельности, который мы назвали возрождение Великой Молдовы. Как и было объявлено, новый этап нацелен на установление в Молдове истинно народной и патриотической власти и базируется на объединении промолдавских сил, общества и активизации процесса сближения молдавского государства с близкими по духу государствами с последующей интеграцией Молдовы в создаваемый Казахстаном, Россией и Белоруссией Евразийский союз. Интеграция нашей страны в набирающую мощь союз дружеских нам государств позволит не только укрепить национальную государственную долгу как полноправного участника новой международной системы, но и откроет для молдавских производителей товарослуг, необъятный сотни миллионный рынок России, Белоруссии, Казахстана и стран Содружества. Мы однозначно уверены, что евразийская интеграция станет импульсом для запуска в Молдове комплексных и долгосрочных программ развития в сфере сельского хозяйства, информационных технологий, связи, легкой промышленности, образования, энергетики, транспорта, промышленного производства и т.д. на основе единых современных стандартов, выгодных цен на энергоресурсы и удобных таможенных правил. 11 ноября 2011 года на специальной пресс-конференции мы представили план первого этапа организационно-информационных действий, включающего в себя создание в Молдове единого информационного центра Евразия-Информ, формирование общественной экспертной группы по разработке организационно-нормативной базы обеспечения интеграционного процесса, подготовку и проведение в Молдове международной конференции, посвященной вопросам интеграции в евразийское пространство, Евразийский союз, Молдова, план действий. Информационный центр состоит из главного центрального представительства Евразия-Информ Центр и пяти региональных отделений Евразия-Информ Север, Евразия-Информ Юг, Евразия-Информ Гагаузия, Евразия-Информ Приднестровье и Евразия-Информ Забрусская Молдова. Информация о деятельности информационного центра и последних новостях процесса евразийской интеграции представляется на специализированном портале Евразия-Информ МД. Также ведется активная работа формирования общественной экспертной группы по разработке организационно-нормативной базы обеспечения интеграционного процесса. Вкратце хочу рассказать вам о Международной конференции «Евразийский союз Молдова. План действий», который мы намерены провести в апреле 2012 года в Молдове. Это очень важное мероприятие для Республики Молдова, и мы надеемся, что оно станет ежегодным со временем. В рамках пленарного заседания, тематических докладов и расширенных круглых столов будут освещены вопросы стратегического видения формирования Евразийского союза, роли данного объединения в общественно-экономическом развитии стран, в том числе и Республики Молдова, и также будут обсуждены вопросы взаимной интеграции законодательной базы стран-участников Евразийского союза и кандидатов Евразийского союза. Ключевыми темами конференции будут «Евразийский союз. Инновационная платформа для межгосударственной интеграции и развития. Аналитика и исследования». Мы хотим отметить, что в рамках конференции предполагается проведение первого Евразийского бизнес-конгресса и молодежного форума «Евразийская инициатива». Евразийский бизнес-конгресс обеспечит единение высокопоставленных руководителей деловых, государственных, научных и общественных структур с целью решения практических вопросов экономического развития государства и региона в контексте формирования нового экономического евразийского пространства. В ходе работы Конгресса будут обсуждены такие вопросы, как настоящие и будущие международные экономические системы в целом, развитие бизнеса и антикризисные меры, роли и функции государства в данной области, инвестиции, кредиты, гранты, евразийские перспективы, ресурсы и возможности, рынок и бизнес, ключевые точки, правила игры, продвижение и гарантии. Это общие вопросы, которые будут обсуждаться в данном Конгрессе. Также в рамках Конгресса будет организован круглый стол с презентацией целого ряда принципиально новых инновационных экономических проектов, способствующих значительному экономическому рывку в развитии Республики Молдова, ощутимому по увеличению количества рабочих мест, так и поступлению в государственный бюджет. Один из главных проектов, который будет обсуждаться с возможными партнерами из евразийского пространства, это Молдавиан Сайбертаун, о котором мы объявили еще в прошлом году. Молдавиан Сайбертаун – это своеобразный аналог инновационного комплекса «Сколково». Согласно предварительному концепту проекта «Сайбертаун», он будет представлять собой автономный, благоустроенный производственный жилой комплекс со статусом свободной экономической зоны со сроком не менее чем 50 лет действия льгот свободной экономической зоны. Комплекс предполагается разместить на территории около 50 гектаров. Планируется, что там будут расположены и офисные, и производственные площади, представительство национальных и международных инновационных образовательных учреждений, единый комплекс проведения конференций и международных конгрессов. В рамках данного технопарка будут выполняться различные работы в сфере информационных технологий, от разработки специализированных программных средств и инженерно-технических комплексов до реализации проектов создания и вывода на мировой рынок инновационных IT-брендов и болгарских решений. На что мы способны вполне, у нас есть для этого специалисты. К счастью, мы считаем, что этот проект созрел, и он действительно необходим, как один из прорывных для Республики Молдова. Согласно расчетам, уже проведенного, совокупный годовой доход проекта составит более полутора миллиардов долларов и обеспечение занятости порядка 20 тысяч человек. Также в рамках конгресса будет представлен другой проект в иной области, в области сельского хозяйства, который называется «Зеленая сфера». Этот проект нацелен на организацию в Молдове масштабного производства экологически чистых пищевых продуктов высокого спроса. Емкость мирового рынка биопродуктов, так называемых, превышает 75 миллиардов долларов США. Средние темпы его роста составляют около 10-15% в год. Молдова абсолютно не представлена на этом рынке пока. Под биологически чистые сельские хозяйства в мире отводится все больше земель. В Европе это более 5 миллионов гектаров. В Северной Америке – полтора миллиона. В Австралии – 10,5 миллионов гектаров. В Европе, США и Японии движение за биологически чистое сельское хозяйство активно развивается на протяжении уже более 30 лет. Также этот проект может обеспечить работой более 100 тысяч человек в республике. Это заметное количество рабочих мест, в чем мы остро нуждаемся сейчас, ввиду того, что наша экономика, к сожалению, практически бездействована, лежит на боку. Отдельное внимание в рамках планированного Евразийского конгресса будет уделено проекту «Новый винный путь», нацеленного на революционную модернизацию винного рынка Молдовы и пути избыта нашей винодельческой продукции. Вы понимаете, что у нас есть огромный рынок. Это евразийское пространство, наш традиционный рынок винной продукции. Мы хотим этот рынок не потерять окончательно и хотим расширить свое присутствие. Мы хотим также отметить, что данные масштабные инновационные проекты уже находятся в стадии детально-организационной проработки и привлекли внимание инвестиционных структур из стран, входящих в создаваемое евразийское пространство. Я хочу сказать, что эти проекты полностью нацелены на привлечение инвестиций от партнеров, заинтересованных в работе таких структур. Мы не нацелены на кредитование на западе этих мощностей. Полностью инвестиционные программы. Это совершенно иная парадигма действия, чем была до сих пор у Молдовы в течение 20 лет. Если мы постоянно привлекаем кредиты, мы хотим отказаться от кредитов, мы хотим привлекать инвестиции. Действуем для рупта политика, но параллел не очень важен к экономической цели. И я думаю, что каждый партнер в Молдове должен сделать очень важный пас, пока не создавал экономию, нашу страну не будет в Молдове. Мы начали два проекта. Я думаю, что не только обязаны, но и должны быть интересованы органы для стадии, но и активно. Это не проекта для Патриоти Молдовы, университета, для партнеров, для партнеров, для партнеров. Это некоторые проекты с теми, которые были в интересах. И если у нас в гурове нашей страны встретятся люди, которые будут поддержать экономию на экономии России, и в ритмах мы должны создать эти экономии, и в ритмах, и на патрах, и в ритме, и в ритме, и в ритме, и в ритме не создается никакой. Поэтому я уверен, что органические страны должны привести внимание на проекты. Мы все вместе с этим работаем. Партия Патрио Сумадорова, это проект для страны, не для Партия Патрия Сумадорова, а для страны. То есть, если у вас будет партия на другой партии, это не проблема абсолютно. И интерес к стране. Если вы хотите, как пример, в стране, у них будут в партии партнерских страны, после этого, Партия Патрия начинает работать для страны. Это была идеология партии. Редакция будет продолжается на рейтинге, партнерских страны в которых у нас есть. Мы должны быть длительным и у нас, у нас в партии партии, но эта работа будет сделан более другое. В последнее время мы получаем вторую парламент, но эта работа будет сделан. Все деньги, все инвестиции должны быть внедрены в экономию. Только тогда начинает царство. Два миллиарда, и у них они не будут. Да, у них будет другая страна. Апы более качественные, и так далее. Но мы не имеем фабрики, мы не имеем узины. Дом Гражданин, они являются в форме дотариев. Да, дотариев. В форме дотариев, эти два миллиарда являются. На самом деле нет. Мы хотим, конечно, сделать парадигма. Парадигма политики в Молдове. Мы хотим поставить правильные работы, которые в голове в голову, и мы хотим, чтобы подпишись. Но не будем, скажем так, подпишись над головой, чтобы продавать идеи политики, которые, в большинстве, не имеют никакой требовательности, или очень маленькой требовательности для жизни в жизни во время Молдовии. Мы потерпим страну, потерпим народ. Астана, в реме с отражем отенца, в реме с обвинь прочее своеобразие. Щепо селился в лонтарчем, напой. Это скопол противлых патриотских Молдови. Субтитры создавал DimaTorzok